В суде Ленинского района огласили приговор банде автоподставщиков. По версии следствия, пятеро парней организовали хитрую схему отъема денег. Они разыгрывали ложное ДТП с подставными пешеходами, а вымогали деньги у водителей. Как все было, знает наш корреспондент. В зал судебного заседания четверых мужчин заводят под усиленным конвоем. Увидев журналистов, парни надели медицинские маски и капюшоны. Еще один подсудимый в зале суда. На время следствия он был под домашним арестом. Адвокаты на оглашение приговора не пришли, а поддержать подсудимых явились лишь двое родственников одного из парней. Слушать решение суда одному из обвиняемых разрешили сидя. Он инвалид третьей группы. Именно этот человек, по версии следствия, играл одну из главных ролей в спектакле для водителей. По версии сыщиков, сначала выбирали жертву на дорогой иномарке, отслеживали до пешеходного перехода и инициировали ДТП. Под машину, по легенде, попадал якобы полковник. Кинул неустановленный предмет правую часть кузова угазанного автомобиля, после чего выбежал на пешеходный переход и упал на прежнюю часть дороги. Тем самым инсентировал дорожно-транспортное происшествие наезд на пешеходах. На месте происшествия дежурили подставные свидетели. Одно из таких лже-ДТП попало в объектив камеры наблюдения. Вот мужчина притаился за припаркованной легковушкой и неожиданно выбежал на дорогу прямо перед автомобилем. Потом пострадавший мужчина грозится вызвать все экстренные службы города. Тогда, испугавшись авторитета своей жертвы и возможных наказаний, шофер решает договориться с потерпевшим. Позже аферист сообщает, что во время аварии разбились его дорогие часы. Поясняю, что награжденными за отличную службу, обманывая и вводя потерпевшего в заблуждение о цели хищения денежных средств, убеждая потерпевшего без перспективности и судебных разбирательств и необходимости немедленно возместить печеный ущерб. У водителей автомошенники выманивали миллионы рублей, но их схему удалось раскрыть. Еремееву просили признать виновным в совершении пяти преступлений, окончательно назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы со штрафом в размере восьми с половиной миллионов. В итоге им огласили приговор. Двое подельников получили по семь лет колонии общего режима. Их третий товарищ – пять лет. Еще один получил срок в три года. А Максим Ткаченко, который был под домашним арестом, получил два года колонии и был взят под стражу прямо в зале суда. Кроме того, почти все они должны выплатить солидный штраф. В сумме около пяти миллионов рублей. Также известно, главарь банды и двое его подельников не пойманы до сих пор. Они находятся в федеральном розыске. Артем Самсонов, Владимир Котегов, 31 канал.